Сегодня как раз, да, очень много говорили мы о развитии, в принципе, красноярской авиации. Как она изменится с введением нового аэропорта? Ну, прежде всего, речь идет о том, что в ближайшее время мы собираемся осуществить проект строительства нового терминала, который повысит и качество обслуживания пассажиров, и пропускную способность, естественно, всего аэропорта. А также, еще до окончания строительства этого терминала, мы планируем заняться реконструкцией и улучшением старого существующего терминала. В ближайшее время мы собираемся заняться улучшением качества обслуживания, увеличением коммерческих площадей, которые, естественно, добавят удобства пассажирам. В частности, в наши планы входят открытие торговой галереи на втором этаже и также изменение торговой галереи на первом этаже. Примерная площадь увеличения составит 600 метров. Будет добавлена стерильная зона на втором этаже существующего терминала. Будут добавлены выходы на посадку, что тоже будет способствовать увеличению пропускной способности. Мы изменим навигацию в существующем терминале, который станет более доступным и понятно. И изменим внешний облик терминала. Что касается изменения коммерческих площадей, то компания «Базовый элемент» имеет большой опыт применения тех аэропортов, которые уже присутствуют. В частности, в аэропортах Сочи и Краснодара компания «Базовый аэро», которая занимается управлением этими аэропортами, в очень короткий срок увеличила торговые площади на 1500 квадратных метров в совместном предприятии с очень известным торговым предприятием «Нюанс». Соответственно, это увеличивает и удобство для пассажиров. Это также добавляет неавиационные доходы, которые важны для работы аэропорта. Что касается, как я сказал, уже нового терминала, строительства нового терминала, он будет строиться в ближайшее время. В частности, мы собираемся в самое ближайшее время выбрать генподрядчика и подготавливать площадку с тем, чтобы завершить этот проект в соответствии с тем договором, который был подписан в конце июля. Ну а срок есть какой-то, когда подрядчик будет в ближайшее время? Мы начнем строительство до окончания этого года. Это уже физическое строительство. Подготовка площадки начнется раньше. В завершение, также оговорено в плане, мы собираемся сделать это строго в срок, и это будет задолго до того события, которому, вероятно, очень важно подготовить этот аэропорт, это универсиады 2019 года. Опять-таки, с точки зрения подготовки к массовым спортивным мероприятиям, компания «Мазовый элемент» имеет очень большой опыт, поскольку аэропорт в Сочи, как вы помните, принимал зимние олимпийские игры, и здесь тоже речь идет о зимних играх в универсиаде. Подготовка прошла настолько хорошо, что аэропорт в Сочи был достоин очень большого количества наград и правительственных, и от президента Российской Федерации, и отраслевых, и даже от Международного Олимпийского комитета. Так все прошло хорошо. Естественно, здесь мы планируем, что будет на высочайшем уровне, с учетом уже накопленного опыта. Пассажиропоток, да, существует естественный прирост пассажиропотока, который примерно одинаковый по стране, существует какие-то средние показатели увеличения пассажиропотока. Но мы также собираемся работать над увеличением пассажиропотока, который будет выше, чем естественный прирост. С этой целью мы будем работать над привлечением авиакомпании в этот аэропорт. Не только с авиакомпанией, которые сюда летают, но и подтягивать сюда региональные авиакомпании, которые обслуживают и регион Красноярского края, и Дальний Восток, с тем, чтобы здесь сделать пересадочный музей. Вдобавок к этому мы собираемся заниматься развитием зарубежного трафика, с тем, чтобы отсюда можно было улететь в различные места, да, зарубежные направления, не только через Москву, не только со стыковкой, но чтобы это было удобно. Если здесь будет такой хороший пересадочный музей, да, хаб, то в таком случае произойдет более чем естественное увеличение пассажиропотока, да, которое происходит в мотоцикле после года от года. Возможно, будет создана базовая компания, но мы открыты для переговора с компаниями, это наши планы. Опять-таки, опыт нашей компании показывает, что это возможно. Это сейчас очень успешно происходит и в Сочи, и в Краснодаре. Компании подтягиваются туда, мы знаем, как это делать, и мы будем делать здесь то же самое. Но вот если цифру назвать, все-таки сколько нового крестерска аэропорта может принимать? Я предполагаю, что он будет, значит, он будет построен, естественно, с запасом, да, он будет построен, там, на пассажиропоток порядка 4 миллионов человек, что достаточно, на достаточно длительный срок, на протяженный срок, с тем, чтобы можно было некоторое время не думать о развитии инфраструктуры. 4-5 миллионов человек он сможет принимать в год. Естественно, когда мы говорим о пассажиропотоке, мы понимаем, что существуют пиковые часы, да, и пассажиропоток неравномерно распределен в течение дня, поэтому площади терминала будут рассчитаны таким образом, чтобы пиковый пассажиропоток также можно было нормально, комфортно разместить в терминале.